Темой для нашего следующего сюжета послужил звонок жительницы Расторгуйской части города. Проблема незаконного строительства не теряет своей актуальности. Не так давно мы уже снимали репортаж о высотках на шести сотках. И вот новый адрес – 2-й Калиновский проезд. Проблемы жителей 2-го Калиновского проезда – тупикового. Начались около пяти лет назад, когда здесь появился отель «Калина». Легко представить, как изменилась тихая размеренная жизнь видновчан. Стало шумно, очень шумно. Гости вечно приезжают по улице, ходит пьяный народ, в обнимку. У нас дети, в каждом дворе, допустим, по два-три малолетних ребёнка. Выпустить их невозможно, мы просто боимся это делать. Шумы, пьяный народ. Мало того, сделали мойку машин, пройти невозможно, потому что без конца ходят машины. Я живу напротив гостиницы. Мой забор, моя калитка. Значит, хлынула вода мне на участок, вот через мою калитку. Я вышла смотреть, откуда она идёт. Из одного из этих окон труба и насосиком всю воду из бассейна скачивают вот сюда, на нашу улицу. Подхожу и говорю, что же вы делаете? Вода хлорка пахнет. Он говорит, это чистенький водичка. Говорю, кто тебе разрешил это делать? Он говорит, хозяин сказал, я делаю. Но оказалось, что это только начало злоключений жителей этой части Расторгуева. Некоторое время назад на углу второго Калиновского проезда при въезде с улицы Тинькова на месте бывшего пожарного депо началось строительство. Первой, ещё до этапа закладки фундамента, тревогу забила владелица соседнего участка Ирина. Тогда, по словам женщины, было вырублено несколько деревьев. Я пишу уже два года на протяжении. Документы отписываются. И получается, что у них нет ни разрешения. Сам же исполком мне обвещает в бумагах этих, что разрешения не было ни на вырубку, ни на строительство. В итоге потом приходят бумаги, что они должны снести свои строения. Несмотря на то, что застройщикам данного участка было вынесено предписание на снос, стройка активными темпами продолжается. А вот кто и что строит, вообще детективная история. Участок передают из рук в руки, меняя форму и назначение строения. Сначала это строится нежилое и переводится тут же в этот момент на Белякову, которая строит уже частный дом. Но здесь и специалистам не надо быть, чтобы с первого взгляда понять масштабы стройки и увидеть нарушение всех норм. Расстояние до соседнего участка меньше положенного. Границы строения выходят за так называемую красную линию, по которой должны равняться заборы участков. Кабель телефона здесь проложен, а здание как раз именно на этом кабеле сейчас находится. Сейчас даже если что-то, какая-то небаловка, если будет, то вообще к этому кабелю вообще там никакого даже подхода не будет. По слухам, на данной территории всё же строится не жилой дом, а ещё один корпус гостиницы. Здесь чем, проблему видновчан только прибавится. На маленькой уличке два отеля. Это транспорт, это коммуникации, и ничего к этому не готово. Просто ничего не готово. Ни канализация, ни вода, ни электричество. А уж про размещение транспорта я вообще не учу. На этой улице в 2002 году была построена нами, жителями этой улицы, канализация за собственные деньги, с насосами, которые способны обеспечить наши хозяйственные потребности. Но они не рассчитаны на сбросы канализации из бассейна, из ресторана и так далее. Требуя прекратить незаконное строительство, Ирина Демидова сталкивается с прямыми угрозами в свой адрес. Сам руководитель этой стройки и зачинщик, у него рядом вот эта гостиница. И он мне сказал, что получается, если ты как хочешь нормально жить, существовать, ты должна просто смотреть, как это всё делается. Если не будешь смотреть, значит, ты просто сгореть можешь. Вот и всё. И вот здесь возникают те же вопросы. Как так получается, что под носом у чиновников возводят незаконное строение? Кто в ответе за это безобразие? И кто должен обеспечивать спокойную жизнь людей, смеющих идти против беспредельщиков? Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok